Ну что, друзья, пошла уже третья неделя с тех пор, как генерал Герасимов перед всей страной публично пообещал разгромить врага и выдавить его за границы Курской области. Продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено. Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Доклад закончен. Вот только фронт по-прежнему движется в обратном направлении. Так, в населенном пункте Лебедевка, который расположен севернее Суджи, был поднят украинский флаг. Критическая ситуация для россияны в соседнем Суджанском Глушковском районе. Там после уничтожения мостов огромная группировка армии РФ осталась без снабжения и нормальной возможности убежать. Ну а со всеми, кто пробует поиграться в понтоны, происходит вот такое. В ежедневном режиме наводятся понтонные переправы. Они, конечно, тут же попадают под огонь украинской высокоточки. Очень часто по ним применяются хаймарсы с кассетной начинкой. И пытаются подловить на марше противник наши понтонные машины. Мы, к сожалению, несем здесь потери. Но если смотреть на карту, мы получаем вот такой вот прямоугольник, который Украина отгрызает себе в Курской области. То есть ни о какой стабилизации ситуации не может быть и речи. Более того, отдельные российские военкоры призывают срочно провести эвакуацию с пока еще тыловых Льгова и Рыльска. Я считаю, что сегодня лучше будет эвакуироваться и из Рыльска, пока для этого есть возможность и это безопасно. Это мое мнение, как вашего земляка, волонтера и человека, который видел эту войну сначала. И у глубинного народа от таких новостей реально закипает и взрывается мозг. Люди, пожалуй, впервые с начала большой войны не знают, кому верить. Ведь о какой эвакуации городов может идти речь, если ровно в это же время государственная пропаганда всех хохлов в Курской области, считайте, победила. Хохлы так часто делают, друзья, когда наши бойцы наступают. В общем-то, бегут так, что пятки сверкают, ну и по делу, потому что не нужно крутиться на нашей территории и тем более здесь качать какие-то права. Куда ни включи, везде котлы, победы, разгромы. Да один только лапти Аладдинов. Всех хохлов лично раз 50 победил. По всему периметру, где мы есть, противник, в принципе, остановлен. Спецназ Ахмат совместно со 2-й бригадой спецназа, ССО, 810-й бригадой морпехов, 30-м полком. Ну и, в принципе, еще и подразделениями артиллерии, а другое-другое продолжает грабить противников. Ну да, бедные мы, бедные, нарвались на серьезного ниндзя-чебурашку. Правда, у нас на этот счет есть один скромный вопросик. Извините, а с кем воюет тиктокер Апти непосредственно в городе Курск? Чувачка каждый день видят либо на записях интервью, либо в ресторанах. Собственно, что тут говорить? Встречайте воина из ресторанного окопа. Апти — народный герой, курян. Большая очередь выстраиваться, чтобы с ним сфотографироваться. Куда они... Ну да, воюет с борщом, пацан, чтобы х***ам в случае чего не досталось. Зато по телеку смешного овцелюба чуть ли не витязем в тигровой шкуре подают. Чего вы все к нему лезете, к этому Алудину? Я верю в него, что он, его армия, его подразделения, Ахмат, все это сделают. Вычистят всю эту несисть Ахмат, зачищают полностью всех этих свиней, руселушников. Вообще, конечно, кадыровцы — это большой подарок Украине. Если вдруг кто забыл, Кремль уже много лет тратит миллиарды долларов на прокачку чеченского шапито. Если бы в Кремле так же вкладывались, скажем, своих десантников или морпехов, Украине было бы очень не сладко. А так кадыровцы, призванные в теории наводить ужас на врага... Вот на этой машине я буду доезжать на Киев. Производцы тоже хочу забрать себе, потому что они очень хорошие машины выпускают. В реальности куда больше веселят, чем пугают украинцев. Где там этот повар-булочка? Давай уже презентуй свой царь-пулемет. Ой, ну всё, спасайся, кто может. Если Медведев это оружие судного дня увидел, мы уже знаем, чем он будет в ближайших текстах угрожать. Ну а если серьёзно, это просто космический уровень кринжа. В стране война. Горит уже российская территория. Сотни тысяч беженцев из Курской области рыдают и не знают, где ночевать. Если кто-то скажет, что это эвакуация, кто-то если скажет, что была эвакуация, никакой эвакуации не было. Никто о нас не думал совсем. То есть мы уезжали просто как скоты. Власть имущие наши сбежали все. Те уехали, у них у всех квартира в Курске есть, всё есть. Вот мы сбежали, у нас нет ничего. Вот сейчас разговаривали на улице с людьми, они не знают, куда даже приткнуться. Они живут, сказали, 11 человек, лаборатором на этой квартире. Я спасал, люди сами спасались. Эти твари администрации врут себе, медали вешают на плечи, на грудь. Только потому, что люди сами спасались. Сами спасайтесь, кто может. А сынуля Кадырова при этом вместо защиты Родины из золотых пулемётов по воробьям стреляет. Или может это устрашающая акция для срочников? Мол, смотрите, что будет, если многоуважаемого Апти откажетесь слушаться. А зачем вы и ваши дети нужны этой стране? Не надо из 18-летних срочников мужчин делать детей, которым мы должны дать соску и отправить его спать. Это такой же защитник отечества, как и мы. И вот пока огромная страна уже которую неделю к ряду хлопает в ладоши под чеченские тиктоки, всё вокруг рушится, истекает кровью и горит синим пламенем. Причём никаких преувеличений и образности. Всё озвученное это буквально. Еб***ь. Оху**еть. Аж сюда запекло. Не иначе, как на прошлой неделе, мы уже рассказывали вам о пожаре на нефтебазе в российском Пролетарске. Там после прилёта украинских дронов загорелись резервуары с нефтью. Еб***ь пришпарила. Еб***ь. Еб***ь мы вовремя съеб***ь. Пока аналогов нет пожарной команды чесали репы, огонь принялся переходить на резервуары с бензином и керосином. Отчего местные жители по несколько раз в день лицезрели феерические фаер-шоу. Еб***ь. Еб***ь. Пошёл, пошёл. Еб***ь. Жарко, б***ь. И мы бы, в принципе, к этой теме и не возвращались бы. Ну, горит себе и горит. Но именно Пролетарск, как нам кажется, стал идеальной иллюстрацией того, насколько же в Кремле плевать хотели на своих же холопов. Тех самых холопов, которым годами втирали, мол, Россия своих не бросает. Ни одного человека, нашего гражданина, мы никогда не бросим в беде. Мы своих не бросаем. И это сейчас видят люди и в Донбассе, и в других регионах. Ну да, не бросает. Только в условных Соединённых Штатах после возгорания первой же бочки эвакуировали бы целый район. А в Россиюшке эвакуации не случилось, даже когда при сильном ветре горели резервуары с керосином. Даже не специалисты понимали, что огонь вот-вот перекинется на жилые дома. Но вместо эвакуации жители Пролетарска и окрестностей неожиданно увидели по телеку вот это чучело. На сегодня, что хотелось бы отметить, вопреки каким-то слухам, что бегут люди из города, никто никуда не бегит. Никто никуда не бегит. Ситуация на самом деле стабильная в городе. Что кому не ясно? Никто из города не бегит. Не бегит, ёпта. Ох, не там ты, Путин, русский язык спасаешь. Не там. Но сейчас всё же о другом. Вот в чём была проблема объявить эвакуацию и вывести людей. А мы подскажем. Бояре просто Путина не хотели ещё раз огорчать. Деда от эвакуации в Курской области корёжит. Люди там недовольны. Зраду на камеру говорят. Один танк у них на три вот села. Это как? Можно так было допустить ситуацию? Наша армия. Да нет, мы тоже ехали. Такая ситуация. Там очень много этих сочников, их просто полегло. Как могли так опустить? Не было нашей армии. Мы своими, я лично, своими глазами это всё видела. А ещё и Ростовская вдобавок довела бы деда до истерики. Поэтому между Путиным и Холопом, естественно, выбрали бункерного. Подумаешь, горит Пролетарск. Да в России таких городов ещё дофига и больше. Одним больше, одним меньше. Как говорится, невелика потеря. Вон там уже дом горит. И ладно, это был бы какой-то единичный из ряда вон выходящий случай. Но нет, куда ни включи, везде одна и та же редька. Скажем, вот это уже не Ростовская, а Воронежская область. Здесь Украина нанесла удар по складу боекомплекта оккупационной армии. Детонация была такой силой, что окна повылетали во все округи. Но вот как отреагировали на грандиозное ЧП местные бояре. Над территорией Воронежской области дежурными силами ПВО и средствами РЭП обнаружен и уничтожен БПЛА самолётного типа. В результате падения обломков беспилотника в одном из муниципалитетов было возгорание травы, которая уже ликвидирована. Всем ясно. Всё хорошо оказывается в Воронежской области. А пожарищи и летающие снаряды — так это выдумки хохлов. Трава чуток загорелась, волноваться нечего. Но это не точно. Понимаете теперь уровень вранья и очковтирательства? Бояре за поребриком, похоже, совершенно искренне уверены, что стадо проглотит и утрётся даже в случае самой циничной лжи. Но лично нам кажется, что кремлёвские политтехнологи слегка переоценивают собственные таланты. Ведь додики дорвались до того чудесного момента, что неудобные вопросы начали задавать даже в эфирах федеральных каналов. Мы начинаем сейчас очень серьёзно проигрывать информационную войну. Потому что мы всё время говорим «эки, оки, как-то где-то обломки БПЛА упали и взорвали целую нефтебазу». А, извините, мы живём не в вакууме. Интернет забит видео, интернет забит комментариями, интернет забит вражеской информацией. Это вражеская информация, на неё садятся наши с вами сограждане. И они уходят от нашей с вами информации. А пропагандисты попроще так вообще с цепи сорвались. И из чего позволяют себе. Путина ругают, генералов проклинают. Но чистой воды украдиверсанты. Это надо прекращать. Этих тварей надо расстреливать. Вот этот верхний генералитет, который докладывает Путину, и врут, и врут, что происходит. Это катастрофа. При этом лично у нас нет сомнений, что напряжение и взаимное недовольство будет лишь расти. Ведь помимо всего прочего, зацикленность всей системы власти на Украине уже привела к тому, что представители исламских радикальных течений стали намного вольготнее себя чувствовать в РФ. Это ради лика Аллаха, ради установления шариата, ради братьев и мусульман, притесненных. И это месть за всех братьев и мусульман. Это раньше за каждым кустом ФСБшник сидел. А теперь все они в Украине. Вот почему случился Крокус Холл. Потом резня в одной из колоний. Следом бойня в Дербенте и Махачкале. В Дагестане сегодня увеличилось число жертв терактов в Махачкале и Дербенте. 20 человек погибли, 46 пострадали. Состояние семи раненых оценивается как тяжелое. И вот теперь очередной приветик Путину. На этот раз из Волгограда. Муджахиды исламского государства, иншаллах, бездиллях, с помощью Аллаха Всевышнего, захватили ФКУ К-19, город Волгоград, Суровикино. И чем больше бункерный дед будет увязать в Украине, чем больше отправлять туда силовиков, тем сильнее Россия будет истекать кровью, в том числе и в тылу. Игиловцам есть за что мстить и есть что доказывать. Аллаху Ачбар, Аллаху Ачбар, ради прославления Аллаха, ради возвеличения велигии Аллаха. Соответственно, для бункерного геополитика хороших решений в нынешней истории нет. Ослаблять давление на Украину нельзя, комички на диванах не поймут. А если не ослаблять, то брюшко и лапки блохастого мишки будут гореть и взрываться, если не каждую неделю, то около того. Впрочем, давайте скажем прямо, простые россияне такую жизнь полностью заслужили. Ведь бросая бумеранг ненависти и зла, никогда не стоит забывать о том, что он обязательно вернется. Больше восьми лет они всеми силами разжигали ненависть. О чем вообще с вами говорит? Разнесем Киев ядерными ракетами. Делали все, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут, они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там! Но их план не сработал. Ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Фашисты! Фашисты! Вот вам суки, а не Украина! Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем YouTube-канале, а также на Патреоне. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Все будет Украина!